Власти Германии не будут ужесточать антиковидные ограничения, несмотря на резкий рост заражений коронавирусом. Однако Министерству здравоохранения поручено разработать новую стратегию тестирования населения на вирус. В ситуации перезагрузки лабораторий, проводящих ПЦР-тесты, приоритет должен отдаваться тестированию представителей профессий, работающих с уязвимыми группами, в частности персонала больниц и домов престарелых. Пандемия коронавируса может закончиться к началу 2023 года. Немецкий вирусолог Барбара Гертнер заявила, что омикрон – это начало окончания пандемии. По словам эксперта, самые страшные пандемии рано или поздно заканчивались. Болезнь, которая вначале была опасной, со временем становится все менее и менее заразной, но более легко передается. Это сейчас наблюдается на примере с омикроном. К другим темам. Стоимость электроэнергии в Германии за год выросла на 40%. Так, если в январе прошлого года семья из трех человек платила в среднем 1171 евро, то сейчас за этот же объем она платит уже 1626 евро. Подорожание такого масштаба раньше происходило в течение 12 лет. Германская Люфтганза изменила расписание рейсов на Украину. По некоторым данным, это связано с ситуацией вокруг государства, но перевозчик ссылается на оперативные причины. Между тем, в МИД Германии посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок. Немецкий терапевт Томас Фриллинг перечислил три продукта, отравляющих кишечник человека. Это сахар, колбасы, а также маргарин и масло. Для поддержания же здоровья кишечника доктор Фриллинг рекомендует включить в рацион побольше бобовых и продуктов с высоким содержанием клетчатки.